Интерактивная программа интересна для взрослых. Что уж говорить о детях. В Первой Одинцовской библиотеке обсудили тему летнего отдыха. О возможностях организации детского досуга и даже балов рассказали актеры театра Натальи Бондаревой в исторических костюмах. А сотрудники музеев подготовили основательные презентации о своей работе с подрастающим поколением. Абсолютно каждая экскурсия содержит диалог. Обязательно. Потому что мы не школа, мы не пишем контрольные, мы не даем домашние задания. Самая главная задача наша это, чтобы ребенок пришел домой, узнал то место, где он живет и ему захотелось самому что-то узнать о своей семье, о том месте, где он живет. Свои программы для детей представили также Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей и музей-заповедник Пушкина в Больших Веземах. Ребят ждут разнообразные экскурсии, познавательные лекции, интересные мастер-классы, увлекательные квесты. И это лишь первая встреча в таком формате. Их планируется проводить раз в две недели и знакомить родителей с другими вариантами летнего туристического отдыха, в том числе и семейного. У нас же на территории протекает Москва-река, а это и каяки. Это и спорт определенный, связанный с водой. Поэтому хотим возобновить такие маршруты однодневные. Поэтому мы очень ждем мнения жителей, мнения родителей. И в общем-то будем стартовать с такими однодневными турами, когда в общем рюкзачок, в рюкзачке бутерброды, на ногах кроссовочки и вперед. Родителей радует возможность получить кэшбэк за путевку, оплаченную онлайн с помощью карты МИР, зарегистрированной в программе лояльности. Вернуть можно 50% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Продажа путевок стартовала в ночь с 30 на 31 марта. А поехать в лагерь можно с 1 мая до 1 сентября. Кстати, есть детские лагеря, участвующие в проекте и на территории Одинцовского округа. Это Орленок в Звенигороде, лагерь настоящих героев в парке «Патриот» и Объединенное Королевство в лесном городке. Для аудитории эта тема оказалась очень злободневной, интересной и актуальной на сегодняшний момент. Также планируются встречи с представителями управления образования, домов культуры, дирекции парков. Следующий круглый стол посвятят туристическим маршрутом, связанным с историей Одинцовской земли в годы Великой Отечественной войны. В целом можно с уверенностью сказать, что скучать в летний период юным жителям округа не придется. Для них будет подготовлен разнообразный отдых, организацией которого займутся профессионалы.